Ну собственно, тему моего выступления мы обозначали вместе и изначально она звучала так, о политическом курсе руководства России по выводу страны из политико-экономического кризиса. Почему я взял на себя смелость занять ваше время и рассказать об этой проблематике? Несколько слов, когда я представлюсь просто, чтобы вы понимали, с каких позиций я буду вести этот разговор. В 1989-1990 год я работал секретарем Ленинградского горкома партии. У меня были две встречи прямых с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. После бесед с ним я понял, что он недостаточно полно понимает проблему управления государством, а точнее сказать, многие вещи в принципе не понимает. Я работал тогда секретарем Ленинградского горкома, это город заметный в Питере, но никак не мог повлиять на происходящее. То есть я ощущал необходимость перемен, но понимал, что то, что делается, это не совсем то, что нужно России. И, собственно, именно поэтому в 1990 году я взял самоотвод на областной партийной конференции и с той поры профессионально занялся тем, чтобы понять, а как же тогда управлять государством, если ни генеральный секретарь, ни секретарь, скажем, ведущего горкома на происходящее не влияет. Для этого, так сложилась жизнь, мне удалось посетить многие ведущие страны мира, в том числе Восток, скажем, Япония, Индонезия, Индия, Венесуэла, это если говорить о уже другой части света. Изучил детально Библию, Коран и Буддизм, если не понимать зачем это, то никогда не разберешься по-крупному в этих вопросах. И, собственно, на сегодня, после таких 15 лет предметного, профессионального изучения этих вопросов, вот кое-что сформировалось для того, чтобы попробовать вам об этом сказать. Но вы понимаете, что 15 лет и полтора часа разные временные интервалы, поэтому я не могу вам о многих вещах говорить убедительно и аргументированно из-за недостатка времени. Но поверьте мне, что по каждой фразе, которую я буду говорить, я могу двухчасовую лекцию, так сказать, организовать, но она будет целевая, специальная. Вот это я почему говорю? Это я говорю, это потому, чтобы вы поняли, с каких позиций будет даваться вам информация сегодняшняя. Я буду выступать с позиции концепции общественной безопасности, которая разработана и в 92-м году издана впервые в России. Издана, кстати, при прямой поддержке тогда первого заместителя председателя КГБ Филиппа Денисовича Бабкова, десятитысячным экземпляром. И с той поры она успешно замалчивается, но ее продвижение очень активно идет на сегодня в России. И в 53-х точках у нас есть постоянные штаб-квартиры. Эта концепция и информация произрастает снизу. Чтобы понять друг друга, нужно вначале определиться в мировоззренческих стандартах. Если у нас базовые представления будут разные, то мы друг друга никогда не поймем. Привожу вам элементарный пример. Вот аналогия, которая, так сказать, вам сразу будет понятна. Можно ли из шести спичек сложить четыре равносторонних треугольника? И вот в ответе на этот вопрос может сформироваться две линии, каждая из которых будет права, но они будут противостоять друг другу и говорить, это неправильно, а вторая линия будет говорить, это неправильно. Почему? Потому что мировоззренческие посылы будут разные. Если вы попробуете это сделать, как большинство моих собеседников на проскости, то есть положите шесть спичек и будете в небе, представляя, что задачка плоская, то вы никогда не получите эти четыре равносторонних треугольника. Но если вы представите, что эта задачка решается не в плоскости, а в объеме, то вы выстраиваете треугольничек на плоскости, три спички в виде пирамидки замыкаете в вершинке, и у вас получается три треугольничка, это боковые грани пирамиды, и одна в основании. Вот вам аналогия, которая абсолютно также будет представлена и в науке управления, в экономике, в социологии. То есть вначале нужно определиться в мировоззренческих стандартах. Информация, которую я буду давать, она начисто меняет те стереотипы, которые вбивались в наши головы, в головы наших предков столетиями, в наши головы годами или десятилетиями, как было со мной. Преодоление стереотипов – процесс чрезвычайно сложный. Вот представьте себе миссию Коперника, когда он пытался доказать, что вовсе не Солнце вращается вокруг Земли. Уверяю вас, задача чрезвычайной сложности, хотя сегодня нам кажется, что понятно, но понятно это не было. И это стало понятно только тогда, когда появилась новая терминология. Любое прозрение человечества в той или иной сфере, оно связано всегда с новым терминологическим аппаратом. То есть появился такой термин «солнечная система». Его не было когда-то. Появился такой термин «земной шар». Не было такого термина, когда считали, что Земля плоская, а весь спор шел по поводу того, держится ли она на китах или на слонах. Поэтому я и считал необходимым такое предисловие сделать, чтобы вы понимали, сколько сложна моя задача подать вам информацию о принципах управления сегодняшнего дня, но с иных позиций, с иной мерой понимания. Итак, мы говорим о проблемах вывода страны из политико-экономического кризиса. А есть ли у нас основания для такой постановки вопроса? Вы прекрасно знаете, что если говорить о нашей стране, мы сталкиваемся с удивительными парадоксами. С одной стороны, наша страна априори самая богатая в мире. Если вы богатством понимаете, богатство однокоренное со словом «бог», это то, что Бог нам дал. А что нам Бог дал? По газу мы на первом месте на земном шаре, запасы газа 45% от мировых, поставки на мировой рынок до 33%, первое место в мире. По лесу на первом месте в мире 45% запасов свои в России. По нефти мы были на втором после Саудовской Аравии, сейчас на первом. По золоту на втором после Южноафриканской республики. По всей таблице Менделеева она вся у нас. Если говорить о интеллектуальном потенциале нации, уверяю вас, проехав по всем странам, я могу ответственно заявить, что у нас с вами самое умное, если говорить по-простому, население, или у нас самый высокий интеллектуальный потенциал. Вы знаете, что, к примеру, проводили физики там свой форум, оказалось, что 80% лучших физиков или из России, или выходцы из России, то есть они приехали из самых разных стран мира, но оказалось, что они все из России, и школу нашу прошли с вами. А как же тогда объяснить, что будучи самой богатой страной, будучи интеллектуально от Бога наделенной особыми качествами, мы влачим нищенское существование? Это говорит о том, что наше миропонимание неадекватно происходящему в мире. То есть кризис, в который мы вошли, это не кризис отдельной сферы управления, это системный кризис, который поразил все без исключения сферы жизнедеятельности нашего общества. И, следовательно, разобраться в этом нужно было бы по-крупному. Почему я говорю о системном кризисе? Да потому что, вы, может быть, уже не помните, но я буквально дословно помню все те лозунги и призывы, и целевые установки, которые давал Горбачев, начиная перестройку. Напоминаю, первое, ускорение социально-экономического развития. Что получили? Падение по всем направлениям в два раза. Китай, кстати, за это время удвоил свой ВВП, мы за это время уменьшили свой ВВП вдвое. Дальше, что говорил Горбачев? Он говорил о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Что мы получили? Поголовное спаивание народа. Следующий тезис. Дружба между народами, которая была не совсем та, ее надо на новой базе строить, укреплять. Что мы получили? Внутрироссийскую войну. Следующий тезис. Социализм с человеческим лицом. Это то, с чего начиналась перестройка. Что мы получили? Мы с вами получили капитализм со звери на москал. То есть, все, что планировали наше роповодство, мы получили, но с точностью да наоборот. А в то же время, если вы читаете директиву Совета национальной безопасности США 20-1 от 1948 года, она опубликована в разных местах, в том числе в книге Яковлева «ЦРУ против СССР». Это другой Яковлев, конечно, не архитектор перестройки. Так вот, если вы вчитаетесь в те директивы, то они все до мельчайших деталей исполнились безукоризненно. Тогда как же устроено управление? Вот, чтобы понять этот кризис и чтобы понять алгоритмы выхода из этого кризиса, нужно четко понять вообще принципы социального управления, которые на сегодня, ну, в общем-то, сокрыты практически. Я утверждаю, что высшим уровнем социального управления является та самая концептуальная власть. То есть управление государственными осуществляется с надгосударственного уровня. И законодательная, исполнительная, судебная власть является, по сути, приводными ремнями от концептуальной власти к государственности и к народу. И если то или иное государство не осмыслило наличие надгосударственных систем управления в виде концептуальной власти, то значит оно не управляет ситуацией. Чтобы оценить происходящее, нужно иметь какие-то мировоззренческие стандарты. Разные люди, конечно, происходящее сегодня будут оценивать по-разному. Если бы, к примеру, перед вами сегодня выступил Олег Перов, он бы вам со своих позиций охарактеризовал происходящее, и оно принципиальным образом отличалось бы от того, что скажу я вам. Если бы перед вами выступил учитель, который там уже полгода не получает зарплату в 3000 рублей, он бы по-другому смотрел на ситуацию. Вот это вы должны понимать, что всегда в любой подаче есть элемент субъективизма. Почему Олег Первый бы выступил по-особому? Вы знаете, официальный доход Олег Первого 3 миллиона долларов в месяц. Это недавно давала газета «Коммерсан». За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что в нефтяном бизнесе общенародная собственность, недра, на определенном этапе присваиваются частнокорпоративным образом. То есть нефть-то она народная, да? Но получается так, что кто ее добыл, тот ее и танцует, что называется. Но это же, понимаете, как должно быть в нормальной государственности. Ты не вздобыл, ну, за работу, естественно, получи. Кто-то в это время твоих детей обучал, кто-то лечил тебя и твоих детей. Можно говорить о сложности, так сказать, этой работы, что у них разная, как бы, степень сложности. Но, наверное, не, ну, как бы, так сказать, можно говорить о разнице зарплат в процентах, в десятках процентов, ну, в сотнях процентов. Но зарплата Олег Первого сегодня вместе с дивидендами, которые он получает, 3 миллиона долларов в месяц, а зарплата у учителя 3 тысячи рублей в месяц, да? То есть что-то здесь не так. А что не так? А вот это не так, оно и формирует мировоззренческую позицию той или иной системы. Я вам приведу еще такие две цифры, чтобы вы понимали, что если, допустим, перед вами будет выступать представитель Центрального банка или представитель банковских систем, то у него будет свой взгляд на происходящее. Доходы банковского сектора за этот год, за 11 месяцев составили 696,9 миллиарда рублей. А доходы всего сельскохозяйственного сектора отрицательные. Сельское хозяйство в этот урожайный год получило убыток 60 миллиардов рублей. Это с чем соотнести? Что там, так сказать, в одном месте все разгильдяи и бездельники, а в другом, значит, очень умные, талантливые, работоспособные люди? Нет. Я 5 лет работал председателем управления банка, и поэтому могу вам сказать, что дело не в этом. Дело в том, что в стране сформированы системные ошибки. Когда одна из отраслей, вне зависимости от того, как она работает, пухнет как на дрожжах, скажем, банковский сектор за счет судного процента, а другая, принимая деньги в кредит, под процент гораздо более высокий, чем рентабельность оборота капитала в сельском хозяйстве, она с неизбежностью разоряется. Это не надо быть специалистом, это нужно иметь образование 5 классов, и на бумажке просто написать, все будет понятно. Рентабельность оборота капитала в сельском хозяйстве на сегодня 3-4% по этому году, а цикл оборота капитала около года. А заимствование средств происходит, как вы знаете, на сегодня учетная ставка центробанка 18% только что, а до этого она доходила до 200%. Поэтому здесь вот алгоритмика очень простая. Что же такое концептуальная власть? То есть на уровне таких ощущений внутренних, понятно, что да, управляют как-то вот не так, вроде как бы и не правительство, и не президенты, а что-то чего-то как-то по-другому все происходит. А слова нет, а кто что-то управляет? А мы вводим новый термин, концептуальная власть. И пока этот термин не наполнится лексикой и образами, ничего не получится. Так вот, если говорить о концептуальной власти, просто картиночку элементарную, я бы вам так изобразил, систему управления. Вот концептуальная власть, а вот на нее-то как раз через систему партий, левых, правых, центры, это один механизм. То есть кому-то кажется, что это как бы, ну ты за Жириновского, или ты за Гайдара, или за Явлинского, тот, кто осуществляет концептуальное управление, формирует всегда систему партий, левых, правых, центров, для того, чтобы управлять обществом. Потому что, ну кто-то ориентирован на Жириновского, кто-то на Явлинского, кто-то на Гайдара, вычисляются все, как бы, так сказать, общественные настроения, и, соответственно, подбираются пастухи по всему спектру настроений. Поэтому эта азбука, и вы, надеюсь, это тоже ощущаете, что вот все партии, левый и правый центр, это один механизм. И он управляется из одного кошелька, ну через разных кассиров. И эта борьба, там, так сказать, между ними, это для толпы, как говорится, развести. Ну не нравится тот, иди к этому, да, сказать. Хотя мы на сегодня говорим, что, а мы можем выстроить цепочку, замкнутую не на внешнюю концептуальную власть, а на нашу собственную, российскую, поскольку здесь нужно меропонимание. Вот. А дальше вот отсюда уже, через партии, идет влияние на стандартную систему управления, которые вы знаете из учебников. Законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть, да. Вот, собственно, но эти три власти, как бы коридор весь задается отсюда. Или страна идет туда, или страна идет сюда. А вот как двигаться по этому коридору, чтобы из него не выскакивали, чтобы бежали там, выстроили медленно и так далее. А тех, кто выскочил, значит, по рукам бы или с помощью судебной власти. Вот миссия этих трех ветвей власти, о которой нам говорят, что вот отсюда и происходит управление. Я утверждаю, что управление отсюда не происходит. И никакого отношения к благополучию народа эта система власти не имеет. Все происходит вот здесь. А что же такое концептуальная власть? Это высший иерархический уровень социального управления. Если говорить об определениях каких-то, то это высший иерархически объемлющий уровень социального управления, базирующийся на определенном миропонимании. Значит, концептуальная власть имеет шесть управленческих приоритетов. Вот не рассказав вам об этом, казалось бы, вот у нас тема обозначена, но очень важно, еще раз говорю, донести до вас основы мировоззрения, с которых я дальше оценю все, что делается в России. Если это не понимать, то тогда будет непонятно, о чем вообще я говорю. Так вот, концептуальная власть имеет шесть управленческих приоритетов. Именно они и управляют странами и народами. Первый – это мировоззрение, мировоззрение. Второй – исторический, хронологический. Третий приоритет – идеологический. Четвертый приоритет – экономические или мировые деньги. Мировые деньги. Так, лучше написать, потому что экономика – отдельная тема. Значит, пятый приоритет по значимости. Вот второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Пятый приоритет – генное оружие. Генное оружие. И шестой приоритет – военное оружие. То есть в наших представлениях управление человечеством всегда осуществляется, по крайней мере, последние три тысячи лет с помощью вот этих шести управленческих приоритетов. Эта система управления сложилась сразу после того, как в 1325 году до нашей эры ушел в мир иной Эхнатон, фараон древнеегипетской иерархии Атона. И к управлению миром пришла иерархия Амона. И они Тутанхатона переименовали в Тутанхамона. И ввели определенную систему управления на базе вот этих шести управленческих приоритетов. С тех пор мало чего меняется в мире. Управление идет всегда по любым проблемам в одной и той же алгоритмике. Есть некая истина, которую знают только посвященные. И есть некая ложь. Для того, чтобы народ или толпа не вышла на эту дилемму – это или это. Вот эта ложь разбивается всегда на две лжи. Ложь номер один и ложь номер два. И, соответственно, вот сюда помещается народ. Я вынужден хоть немного повториться. Я на предыдущих лекциях в вашем управлении давал эту информацию. Она на кассетах есть. У вас есть две кассеты с моими выступлениями. Но вынужден повториться для целостности изложения. Так вот, народ вот здесь. А посвященная элита, 3000 лет назад узурпировавшая систему управления, она находится вот здесь. Все, что я говорю, не имеет ровным счетом никакого отношения к теории мировых заговоров, каких-то там мировых правительств. Вот это все придумано тоже, чтобы те люди, которые начинают понимать нечто, чтобы их вплести в другую обманку, в другую ложь, но не для того, чтобы дать истину. Мы говорим, управление осуществляется не с помощью мировых правительств, заговоров, а на уровне бесструктурного управления. То есть, помимо структурного управления, есть еще и бесструктурное управление. Так вот, надгосударственное управление по системе концептуальной власти работает как бесструктурное, и имеет вот эти шесть управленческих приоритетов. А теперь давайте посмотрим, как эти приоритеты работали во время перестройки. И тогда нам с вами будет понятно, а что нужно сделать в России, и что делает Путин, чтобы ситуацию изменить. Оказывается, любыми странами и народами управляют. Первое оружие, вам понятно. Самое простое, военное. Но я утверждаю, что если та или иная страна начинает прибегать к военному оружию, значит она не понимает ничего в управлении. Грубо говоря, у нее с мозгами что-то не то. Как только начинается стрельба, так заканчивается понимание и управление. Когда я с одним из ваших ответственных работников беседовал, он говорит, вы знаете, любопытно, но я для своих тоже привожу такие же примеры. Когда начинается стрельба, заканчивается контрразведка. То есть, ситуация очень близкая. К примеру, Швейцария, она никогда не воевала. Но почему-то Гитлер, вдумайтесь, ломился на Волгу, а в 10 минутах езды на танки стояли швейцарские банки, пухнущие от золота, как бы как на дрожжах. А туда Гитлера не тянуло. Значит, у них есть какие-то иные механизмы защиты. А какие же? А вот те самые, которые вот здесь. Я вам сейчас и обозначу. Вот как и осуществляется управление. Поэтому почему же сейчас многие из так называемых псевдопатриотов, там вот Ивашова, послушайте, там, так сказать, к чему они призывают. Мобилизация, укрепление армии и так далее, и так далее. А я говорю, что это профанация вообще управления. И на этом пути мы никогда не добьемся результата, потому что мы имели самую сильную армию, самую сильную партию, самые сильные спецслужбы. А как же тогда развалили нашу страну без единого выстрела? Значит, не здесь решаются вопросы. Эти вопросы решаются не здесь, хотя бы уже и потому, что мы на этом приоритете победили в Великой Отечественной войне. А через каких-то 20 лет мы пошли на поклон, скажем, к той же Германии и начали на четвертом приоритете, значит, конючить, просить кредиты и так далее. Да, пожалуйста. А есть ли оружие, которое работает более радикально, чем военное? Оказывается, есть. Это генное оружие. Страну можно поработить с помощью зеленой каски. Но в чем проблема военного оружия? Каски видны. Видно, кто стрелял. На место того, кого застрелили с нашей страны, может встать другой, еще более как бы сильный. Так, значит, нужно искать другие методы. На уровне военной каски Россию уже несколько раз пробовали, как бы, покорить. Ничего не получается. Поэтому я утверждаю, что на пятом экономическом приоритете генного оружия результаты достигаются гораздо более устойчиво. А что такое генное оружие? Это алкоголь, табак, наркотики. Для того, чтобы народ не распознавал это как генное оружие, это вброшено в наше сознание, как бы, как наши обычаи, традиции и привычки. Ну как, русский мужик без стакана? Вы вдумайтесь, каждый день нам это вбивают в наши головы. Это и есть матричное управление, когда в обществе висит некая информационная матрица. И ребенок, прокатывая мы через эту матрицу, к окончанию школы уже не мыслит себя без стакана вина. Он что, от рождения этого хотел? Нет. Это ему умышленно, целенаправленно навязано. С помощью фильмов, реклам, телевидения, газет, радио. Я ответственно заявляю, вы не найдете. И были в советские времена. Ни одного фильма, который бы не показывал сцен винопития. А что такое алкоголь? Вам никто никогда не расскажет, что такое алкоголь из врачей. И вот, чижик-пыжик, где ты был? Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Зашумело в голове. А что зашумело-то? Я вам поясняю, что зашумело. Этой темой я занимался с нашим первым медицинским институтом с помощью электронных микроскопов. Попа, значит, электронный микроскоп позволяет снять процессы, которые происходят в головном мозге. Оказывается, что такое алкоголь? Вот наши кровеносные сосуды в головном мозге имеют очень узкие капилляры, соизмеримые с размером эритроцита. Эритроцит в нормальном состоянии имеет липидный слой, жировую смазочку. Когда эритроциты, когда алкоголь попадает в кровь, жировая смазочка нарушается, эритроциты начинают слипаться. Кровь течет не поштучно эритроцитиками, а вот у посвященных, кто придумал эти схемы уничтожения генетики того или иного народа, это называется эффект виноградной грозди. То есть эритроциты текут в виде виноградной грозди. И вот здесь, в узком сосудике, просто образуется тромбочка, застревает вот этот шарик. И кровь дальше не поступает. А вот здесь в конце нейрончик. Этот нейрончик прекращается в кровеснабжение, прекращает поступать кислород, и нейрон физиологически погибает. Вот это гибель нейрона, когда клетки атрофируются и погибают, и воспринимаются человеком в качестве безобидного состояния опьянения. В нашей системе, почему я вот белой завистью завидую тем, вот вам, молодым, кто сейчас входит в жизнь и способен понять и освоить эту информацию, у вас все изменится в вашей родовой генетике, в вашей жизни, если вы поймете вот эти примитивные элементарные вещи. Мне, к сожалению, эта информация была дана там в возрасте 40 лет, но после этого жизнь моя, моего рода изменилась начисто. Я сейчас могу поверить во что угодно, но никогда не поверю, что в моей родовой генетике, близлежащей там сестры, братья, зятья и так далее, найдется человек, который в течение всей жизни сделает хотя бы один глоток пива или хотя бы один глоток шампанского. Заметили, что Путин впервые в истории России произносит тосты новогодние без фужера шампанского. Никогда не поймете принципы глобального управления, пока не обратите внимание на мелочи. Мелочи, запомните, не имеют решающего значения. Они решают все. И для тех, кто понимает мелочи, все становится понятно. Система знаний, с которой я работаю в последние 15 лет, там люди, которые в их родовой генетике на протяжении последних тысячи лет никто не имел права потребить хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. Принципиально имея возможности, мозга при этом возникает. Для того, чтобы подорвать нашу генетику, которая априори самая мощная в мире, придумано вот это генное оружие. В моей книжке есть раздел специальный, пятый, где расписано это детально и подробно. Алкоголь и табак как генное оружие. Табак работает точно так же. При попадании, вот если вы не курите, проверьте, курнули, да? Ровно сколько времени понадобится, сколько кровь пойдет от легких до головного мозга. И как только эта отравленная ядосодержащая кровь попадет в головной мозг, так ровно в этот момент у вас начнется головокружение. Спазмируют сосуды и не пропускают эту ядосодержащую кровь, как бы так сказать, в тонкие структуры головного мозга. Расписано у меня и откуда жрецы Древнего Египта взяли вот эти механизмы возможного управления человечеством с помощью генного оружия. Вот если вы запустили в ту или иную родовую генетику генное оружие, то этот вот обречен. Через 50 лет, через 100, через 200, это уже второй вопрос. Но если та или иная родовая генетика не распознала алкоголь как генное оружие, считайте, что вы тот, кто управляет нами, он эту задачку решил. Вот отсюда вам вспомните, как нас покоряли, я вам потом немножко обобщу, но вспомните, что было на этом приоритете. Это классическая глобальная схема спаивания. Запрет, потом спирт-рояль и процесс пошел, как говорил архитектор-перестройки. Для того, чтобы спаить народ, первое, что делается всегда, это введение запрета. С запрета начинается спаивание. Следующий приоритет, на котором осуществляется управление глобальное, вот эти два приоритета, можете скобочкой пометить, это материальное оружие, то есть это конкретное вещество, конкретное устройство. Мировые деньги. Это четвертый приоритет. Вот эти четыре приоритета, это информационное оружие. Вот здесь, значит, материальное оружие, вот здесь информационное оружие. Мировые деньги, это что такое? Это информация, это информация о средствах, что такое деньги, это цифры. Эти цифры могут быть изложены или на бумаге, или в компьютерной форме, и ничего больше. На сегодня ничего. Значит, деньги в истории человечества вообще-то всегда были товаром. Опять же, может быть, два слова, чтобы понимали, с каких позиций я говорю. Я вообще по образованию физик. Я закончил физфак Ленинградского университета, именно кандидат технических наук. Потом закончил финек наш, высшую партийную школу в свое время. Поэтому я не имею узкоспециализированного взгляда на то или иное явление. Я на все вопросы смотрю, если угодно, комплексно. Так вот, деньги всегда были товаром. Это товар, который наиболее часто используется в товарообменных операциях. То есть это были, скажем, зерно, скот, где-то там шкурки животных, потом металлы, золото, серебро. А что такое бумага? Бумага до 1971 года. Была просто банкнота. Нота банка о том, что у вас лежит какой-то товар. Соответственно, вы эту бумажку передаете другому человеку, и теперь этот товар уже становится не вашим, а того человеку, которому вы передали эту бумажку. Вот как бы природа денег. Но, к сожалению, здесь такие отступления, которые и сделать нельзя, но по времени здесь хочется вам и полнее дать, но есть такая проблема. Тем не менее, по деньгам я сделаю маленькое отступление. Это очень важно, чтобы вы понимали, что такое деньги. Потому что управляют миром через деньги. Ротшильд, запомните его фразу, можете даже записать. Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы. Любые парламенты, законы, депутаты, никакого отношения к управлению не имеют, если вы не управляете деньгами страны. Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы. Так вот, для чего была организована Вторая мировая война? Вторая мировая война – это продвижение доллара, как бы так сказать. Хронология историческая такая. 1913 год. Федеральная резервная система США, которая имитирует доллар, а это частная корпорация, утверждается как частная корпорация. 1913 год. Какая валюта тогда доминирует? Доминирует английский фунт стерлингов. Это единственная общепризнанная мировая валюта. Начинается Первая мировая война. На территории воюющих стран валюты проваливаются, доллар приподнимается, и он начинает на разных конкурировать с другими валютами, устанавливается некий такой паритет и баланс валют. Вторая мировая война. 1941 год в России, да? И на территории всех воюющих держав валюты воюющих держав опускаются. Единственная не воюющая страна Соединенные Штаты. Вторая мировая война, для тех, кто ее заказал и организовал, закончилась в 1944 году, когда было принято в Бреттон-Вудское соглашение. В соответствии с этим соглашением 35 долларов приравнивались к 31 и 1 грамму золота. И все. Единственная валюта на земном шаре, которая приравнивалась к золоту. И если вы в Соединенные Штаты привозили доллары, вам обязаны были в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением поменять эту бумагу на золото. Но если вы привозили во Францию французские франки, авангло-английские фунты, то вам никто ничего не обязан был. Вам обязаны были обеспечить их только долларом. Вот так называемое обеспечение на основе Бреттон-Вудского соглашения, когда все-таки привязка денег была, но такая уже опосредованная. То есть как бы в начале доллар, а за долларом золото. Но в 1971 году Де Горь, распустивший это, что кто-то, чтобы получить доллар, должен отдать газ, лес, нефть, золото, а Соединенные Штаты просто нажать кнопку печатного станка, озаботился. А как же так? И он что сделал? В Форт-Нокс США самолет бумаги, а оттуда самолет золото. Туда самолет бумаги, а оттуда самолет золото. Де Горя быстренько убрали, играет не по правилам. Но золотой запас Соединенных Штатов обнулился. И тогда, в 1971 году, 15 августа, можете это пометить, вот очень серьезная роковая дата для понимания глобальной истории человечества. 15 августа 1971 года Никсон в одностороннем порядке подписал указ, который, значит, все международные соглашения вот так перечеркнул, и подписал указ, в соответствии с которым была прекращена практика обмена доллара на золото. Вот так вот, на стороннем порядке. Это был дефолт Соединенных Штатов, такой полный и стопроцентный. И вот с той поры деньги это бумага, которая ничем не обеспечена до юра даже. То есть юридически нет, ну как бы, что такое, значит, килограмм, это понятно, да, вот что такое рубль, это непонятно. И известно соотношение между ними, ну что такое доллар, но сегодня вам не скажет ни один экономист, как, впрочем, ни один не скажет, почему это вдруг доллар равен 31 рублю. Это, как бы, договоренности мафиозные, но не экономика. Курс рубля, как вы, наверное, понимаете, примерно в 4 раза недооценен. То есть если вы с долларом попробуете у нас что-то купить, а потом попробуете купить что-то в Соединенных Штатах, то в Соединенных Штатах вы купите в 4-5 раз меньше вот эту потребительскую корзину, чем в России. Значит, у меня есть большой доклад в Кремле на особой деловой встрече международной. Я делал часовой доклад в Кремле. Он назывался «Истоки кризиса мировой кредитно-финансовой системы и методологии его преодоления». Поэтому это часовой доклад. Он есть, кстати, вот на этом сайте, он размещен. Ну и я выложу потом на свой сайт. Поэтому пока вот я обозначил некие такие опорные точки, не более того. Но вы должны четко понимать, как сегодня нами управляет. Вы должны понимать, почему Путин эти схемы, понимая, не оглашает сегодня. Если мы эти схемы огласим раньше времени, то просто начнется война. Нас на этом приоритете задушат. Поэтому понимая что-то и делая что-то, это немножко разные вещи. Посмотрите, как на сегодня управляют нами. Элементарно. Вот граница. Когда в нашу сторону перемещается 10 килограммов долларовой бумаги, я не поленился, посчитал в весовых пропорциях, 10 килограммов долларовой бумаги, то они же не просто так, нам же их никто не дарит, правильно? Навстречу этой долларовой бумаги вот сюда идет 100 килограммов золота. Пропорции такие, 10 килограммов, 100 долларов в купюрах, это 100 килограммов золота, а равно составы газа, лев, нефти, леса и так далее. Вот, собственно, что такое на сегодня управляют. Значит, за время перестройки, а она, собственно, суть ее к этому и сводится, в Россию сгружена одна треть долларовой массы. Тоже можете эти цифры запомнить. Сегодня долларовая масса распределена так. Одна треть в Соединенных Штатах, одна треть на территории России и одна треть на территории остального земного шара. Это что, случайно? Я утверждаю, что это не случайно. Это и есть схема реального глобального управления. Но как только мы обнажим эту схему и скажем, не, ребята, мы вам согласны, конечно, мы гняем, что я без нас, вы просто завтра же остановитесь и невозможно будет существовать. Но покупайте у нас дальше, мы не будем останавливать Европу. Но покупайте все это у нас за рубли. А у нас нет рублей. В чем проблема? Мы напечатаем. Вот вам и понимание, что такое экономика. Как только мы напечатаем собственные рубли, так рубль станет самой обеспеченной валютой на земном шаре. Почему сегодня востребован доллар? Да потому что за доллар в России можно купить лес, нефть, газ. Помните, как туземцев напаривали, им там стеклянные бусы давали, там еще что-то. А нам что дают? А нам фантики раскрашены. Вот нарисовали, как бы, с 71-го года, это вообще просто фантики. И у нас там, так сказать, обрадованный ЦБ в подвалы складывает там эти фантики. Сколько накопили на сегодня? 50 миллиардов долларов – это так называемый золотовалютный запас. Но там, в основном, долларовая бумага лежит. А за долларовую бумагу-то из России что-то ушло. Да, это товарное аккредитование всех остальных стран. И мы в Европу, ни одной страны в мире нет, которая бы за свое богатство отдавала бы за чужие деньги. Япония в 49-м году издала, значит, у них вышел закон, который запрещает ржавый гвоздь вывезти из Японии за любые другие деньги, кроме японской иены. Чем иена обеспечена? Да тем товаром, который в Японии изготавливается. Чем должен быть обеспечен наш рубль? Да тем товаром, который мы продаем на зарубежье, пометьте для себя очень важную цифру, которую вы можете использовать в разговорах с кем бы то ни было. Наш экспорт всегда в два раза превышает объемы импорта. Ну, грубо, там, так сказать, буквально я ошибусь на проценты. Экспорт России всегда в два раза больше, чем импорт. То есть у нас, понимаете, нет проблем в внешней торговой деятельности. Если это есть проблема тех, кто с нами работает, им очень много надо. Если мы говорим, ребята, только за наши деньги, все, рубль становится обеспеченной валютой. Так что управление на этом экономическом приоритете, это прежде всего эмиссия средств платежа. Тот, кто делает эмиссию, он получает доход, который в экономической практике, слово тоже пометьте, вам ни один экономист это не расскажет, а вы их научите. Пусть они потом отходят энциклопедию экономическую и найдут такое словечко через Е. Сеньорадж определяется в энциклопедии как доход, который получается как разница между себестоимостью изготовления денег и их номиналом. То есть себестоимость изготовления 100-долларовой купюры 10 центов, а номинал ее 100 долларов. Можно в России эти бумажки поменять на что хотите, но если нет миропонимания, то вот такой. Так вот, те, кто получают сеньорадж и ведут самый крутой бизнес на земном шаре, все эти наркотики, оружие и прочее, это вообще рядом не лежало с этим бизнесом. С бизнесом, который ведется через эмиссию средств платежа. Кто-то за эту бумажку бьется, а кто-то ее напечатал, и он уже стал богат. Ничего мы с вами не поймем в управлении, если не обратим внимание на то, что как только Владимир Владимирович Путин пришел к управлению, первое, о чем он заявил, и этим были заполнены все газеты, у меня копии все есть, поверьте мне на слово, чем они были заполнены? Путин поставил вопрос о национализации ЦБ. Так во всех газетах и было написано. Национализация ЦБ и прочее, да, ЦБ это не государственная структура. Ну как бы она государственная, законом определена, но де юре даже, она не входит в систему государственного управления. Дело в том, что правительство наше, вот эти печатные знаки, заимствует на одинаковых условиях. В МВФ, в Международном банке или у бывшего Геращенко, да, у нынешнего Игнатия, в Центральном банке. Точно так же, без разницы куда обратиться, под процент получают деньги. А что такое процент? Процент это и есть система глобального управления человечеством. Я утверждаю, что управление осуществляется вовсе не в тех сферах, о которых нам все время говорят со страниц газет, там, в теле и радиопрограммах. Нет. Управление любой стран на четвертом приоритете глобальной концептуальной власти осуществляется с помощью судного процента. Посмотрите на судный процент, который внедрен в эту государственность, и вам станет все понятно. Смотрите, что такое судный процент. Значит, долги нашего государства, вы знаете, за время перестройки довели до 160 миллиардов долларов. По этому году грозятся довести их до 120 миллиардов. А что такое вообще вот эти внешние долги, и что такое судный процент? Представьте себе, что мы с вами в вопросах управления в семье какой-то или, так сказать, были бы столь же наивны, как наше правительство. Потому что, вообще-то говоря, экономика – это слово, которое до нашей эры было введено ксенофонтом. Эйко – дом, номос, правило. То есть правило ведения домашнего хозяйства. Представьте себе такую ситуацию. Вы заняли на покупку квартиры, скажем, 100 тысяч рублей под 25% годовых, что считается нормой постперестроечной России. Что это означает? Это значит, что 25% в год вы должны отдавать в виде процентов. Четыре года прошло. Сколько вы процентов отдадите? 100 тысяч, правильно? А сколько должны будете? Ну, те же самые 100 тысяч. Вы же даете только проценты. Примерно там, ну, рассчитали по 2 тысячи в месяц, если вы будете платить. Ну, где-то вот так это будут проценты. Ну, реально, реально, да? И вот так платите проценты. Еще четыре года прошло. Сколько вы выплатите? Процентов 100 тысяч. А должны будете сколько? Те же 100 тысяч. И так всю жизнь. Вы, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки. Вот, собственно, это и есть алгоритм управления страной на уровне экономического приоритета. Одна страна напечатала бумагу и цифры в компьютере обозначила. Вторая страна не напечатала бумагу, а берет эту бумагу извне. Ну, извините меня, а что, меняется инфляция от того, что у нас зеленая бумага у меня в кармане или красная? Это как бы покупательная способность моя от этого не меняется, понимаете? Поэтому вот эти примитивнейшие вещи, они, тем не менее, в головах народа, так сказать, как-то запутаны. И что народ считает, что нет, свои деньги печатать нельзя, надо ввозить чужие. Для чего? Для того, чтобы кормить тех, кто вам дает в рост, что называется, да? Значит, это статистика такая. В книге говорят, нет пророков в своем Отечестве. Я вам приведу статистику из книги Маргарет Кеннеди, изданной в Швеции. Мы ее перевели на русский язык. Деньги без процентов инфляции называется. Ежедневно развитые страны в виде долгов там, особей и прочего, дают развивающимся 100 миллионов долларов. А назад получают 200 миллионов долларов. Вот, собственно, и весь секрет их процветания. По ростовщичеству, почему я вам говорю, что не поймете никогда по-крупному то, что происходит в мире, пока не поймете, кто и зачем написал Библию, Коран, что такое буддизм, что такое индуизм. Так вот, цитирую вам Библию. Библия – это концепция управления. Вот эта концептуальная власть, которая на сегодня зависла над нашей государственностью, это библейская концептуальная власть. А Библия – это концепция, изложенная в лексических формах. А что написано в Библии? Читаю вам дословно книгу «Второзаконие». И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Вот и все. Все примитивно и просто. Один, значит, дает деньги под процент, другой берет. А почему Коран на сегодня так пошляется и опорочивается? Да потому что, если вы возьмете Коран, возьмете Суру-2, самую длинную, называется «Корова», и возьмете Аят, 275-й. Можете пометить, значит, Коран сейчас можно купить. Это книга, которую, ну если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шаг. Значит, цитирую вам дословно. Значит, по Корану вот давать деньги под процент – это лихва. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, торговля – то же, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. ЦБ де юре – это частно-корпоративная собственность, потому что именно Совет директоров Центрального банка решает все вопросы по прибыли. Значит, в течение месяца у меня выйдет книжка, которая будет называться «Экономическая азбука для школьников, студентов, домохозяев, для министров экономики и финансов». Вот там все эти вопросы будут раскрыты таким очень простым, примитивным языком. Так вот, сеньюрач, доход этой миссии, должен быть общенародной собственностью, но не частно-корпоративной, как это у нас. Судный процент в нормальной государственности должен быть строго равен нулю. Только тогда можно говорить о том, что государство вообще понимает, что делает. Чему равен сегодня судный процент в Японии? Нулю, строго, всегда. Да, доходил до 0,15 годовых. Чему судный процент равен в Соединенных Штатах сегодня? 1,2%. В Европе 3%, у нас 18%. Но вы сами посчитайте, как христианин получил под 18% деньги, может, тем не менее, куда относится судный процент? На себестоимость продукции. С неизбежностью удорожает ее и раскручивает инфляцию. Чем вам будет объяснять ЦБ, значит, высокий судный процент инфляции? Что такое управление человечеством? Управление человечеством – это всегда подмена причин и следствий. Что ЦБ говорит? А, у меня высокий судный процент, потому что высокая инфляция. Я утверждаю, что высокая инфляция в стране только потому, что у нас высокий судный процент. Из тех, кто производит что-то, постоянно выкачивают в банковскую корпорацию, которая ничего не производит, но постоянно получает огромную прибыль и идет, дай мне мясо, дай мне масло. Потому что мы заработали очень много бумажек. А еще вы заработали. А мы эти бумажки переложили на эту полку, а потом с той полки на эту. И у нас их стало в два раза больше. Вот вам вся алгоритмика, как разбогатели. Очень важная тема, но, значит, дальше. Идеологический приоритет. Это гораздо более грозный приоритет, чем предыдущий. И вот здесь все происходит. То, что отсюда идут какие команды. Вот эти все Библии, Каранты, что я вам процитировал, значит, религии, телевидение – это все идеологический приоритет. И управление этими приоритетами идет отсюда. Как вообще формируется... Вот это вам, как работникам этой отрасли, очень четко нужно понимать, как построено реальное глобальное управление. Что такое терроризм? Я утверждаю, и одна из моих радиопрограмм называется «Телевидение как колдун и информационный спонсор терроризма». Почему я так утверждаю? Одна из моих радиопрограмм так и названа, она будет выложена на сайте. Вот помните там взрыв подземки в Москве, к примеру, да? Вы что думаете, те, кто затевал этот взрыв, они хотели там вот тех там 5-10 человек убить в подземке? Нет. Они рассчитывали на то, что после этого все это будет показано на телевидении, что это увидят миллионы, а может быть и миллиарды телезрителей, и это произведет определенный эффект на общество. И это и есть глобальное управленческое воздействие на общество. Если с завтрашнего дня у журналистов хватило бы силы воли, ума, там, так сказать, чего угодно, выйти из-под этого глобального управления и сказать, нет, больше на телевидении мы акты террора показывать не будем. А кому никогда нужны? Ну какой смысл там, так сказать, погибли 5-5 человек, об этом никто не узнал, никто не услышал? Это что, замалчивание? Нет, это не замалчивание. Это глобальное понимание управленческих схем. Я вам привожу цитаты из выступления, ну, авторитетного, я надеюсь, в ваших кругах, того же Бабкова Филиппа Денисовича, который, я цитирую там близко к тексту, это из газеты, где с его портретом, не помню, в какой газете было интервью, но правда уже года два назад. Он говорит, да, как управляет с помощью картинок, мы это понимали в свое время. И когда мы на телевидении показали акт самосожжения, произошедший в Прибалтике у Вечного Огня, то это начало тиражироваться по всей стране. И остановился только тогда, когда мы прекратили информацию по этому поводу. Как только мы показали, как двое молодых людей во время свадьбы бросились с балкона и погибли, эти ситуации начали повторяться. Нужно очень, значит, различать программирование и прогнозирование. Одно дело прогноз, а другое дело программирование. Если вы на телевидении показываете какие-то картинки, то есть так называемое эгрегориально-матричное управление. Эти картинки и формируют ваше будущее. Все, что показано на экране, с неизбежностью перетекает в нашу реальную жизнь. Все схемы колдовства, они на этом и построены. Вначале формируются некие информационные выкладки, а потом отрываются схемы перенесения этих информационных выкладок на объективную реальность. Вот что такое идеологический приоритет. Поэтому вот здесь именно и осуществляется управление. И теперь посмотрите на этом же уже примере, я вам покажу. Да, нас начали громить не с помощью зеленой каски, но с помощью зеленого змея, с помощью зеленого доллара, с помощью зеленой повязки на лбу чеченцев. Вот вам, так сказать, ну чеченцы условно, так сказать, ну просто на лбу бездумных людей, можно сказать, да. То есть если находятся такие головы, на которые можно натянуть зеленую повязку, а потом Аллах Акбар, то получается, так сказать, то, что получается у нас в стране. Вот вам управленческие приоритеты. Ну неужели вы вот просто, так сказать, даже на обыденном уровне не понимаете, как шло управление, и насколько наша модель адекватна тому, что происходило в стране. Вот как шло управление. Что доллар случайно сюда попал, что спиртрояль случайно попал сюда, что, как бы, так сказать, Чечня случайно вдруг в России возникла. Ну и далеко не случайно. Второй управленческий приоритет, исторический или хронологический. Я утверждаю, что управление будущим всегда осуществляется на основе изменений прошлого. Прочитайте очень любопытную для вас, очень важную книгу, я читаю, Джордж Оруэлл, 1994 год. Вот там все это расписано до деталей. Как сидит целое ведомство, и, значит, заново все переписывает в истории. Потому что, как только вы переписали историю, так будущее, ну это, знаете, как корни, вот будущее, оно четко будет таким, какое у вас есть представление о прошлом. Если вы сформировали определенные стереотипы прошлого, у вас гарантированно будет одно будущее. Сформировали их по-другому, у вас гарантированно будущее будет другое. С чего началась перестройка? Перестройка началась с того, что развенчали Сталина. Вдоль и поперек, во всех отношениях. Что это случайно? Нет, я и утверждаю, что это и есть глобальное управление. Для того, чтобы увезти куда-то, нужно заново переписать всю историю, чем, собственно, мы и занимаемся последние 10 лет. Не осмыслив истинную историю, мы никогда не поймем. И в работах внутреннего предиктора СССР в 50-ти, о которых я говорил, есть прямо и в концепции общественной безопасности мертвая вода, она начинается, и есть раздел разгерметизация, где дается информация об истинной истории человечества. И, наконец, первый приоритет, самый важный, это мировоззренческий. Что такое мировоззренческий приоритет? Мировоззренческий приоритет, это вот мировоззрение народа, то есть представление о мире, в картинках, в образах. Когда я в Индии был, там у меня было две встречи с Саи Бабой, вы знаете, это ныне объявленный пророк, информация о нем на сайте бог.ру. Вот три куклы. бог.ру. Это сайт Саи Бабой, если кто-то там чем-то заинтересуется. Но информация об этой встрече и о всем происходящем, она изложена в книге, которая называется «Последний гамбит». У нас есть такая книга «Последний гамбит», где с наших позиций излагает все, что произошло в Америке 11 сентября 2001 года. Как были организованы и тем эти теракты с надгосударственного уровня управления. И там как раз идет речь в том числе о Саи Бабе и о схемах эгрегориально-матричного управления. Эта книжка тоже у вас в библиотеке есть. Так вот, когда пребываешь в Индии, то наблюдаешь эту картинку и эти картинки остаются очень глубоко в сознании. В Индии 300 миллионов человек, которые именуют себя «little people». Что такое «little people»? Маленькие люди. Каково их мировоззрение? У них мировоззрение такое, что люди есть маленькие, а есть большие. Вот они родились маленькими людьми. И у них нет ни имени, ни работы, ни жилья, ни средств к существованию, ничего. Они просто вот лежат вдоль канав, и если большой человек, проезжая на автомобиле, бросит им порку хлеба, они считают это как подарок судьбы. Они не хотят ничего изменить. У них это все вполне устраивает. Это мировоззрение такое у них. Когда я, значит, в Южноафриканской республике, подъезжаешь к аэропорту Кейптауна, то на расстоянии 10 километров, сколько видит глаз, на протяжении 10 километров, безбрежное поле вот этих животных, ну, людьми назвать сложно, вот, они просто вот живут, ну, там, так вот, так, картинка, кто-то прикрыт там картонкой, кто-то фанеркой, кто-то там рогожей, то есть это вот, и вот так вот, и у них никогда ничего не изменится. Вот откуда устойчивое управление-то осуществляется. Если вы, значит, в мировоззрение внедрили нечто, то это нечто позволяет управлять странами и народами на протяжении столетий и тысячелетий. Есть и другое мировоззрение, допустим, с посвященными Швейцарии, когда мы беседуем, они мне, я говорю, что, ну, вот вы понимаете все это, там, так сказать, глобальная схема управления человечеством, неужели у вас хотя бы из, вот, ну, таких каких-то соображений, личных амбиций, там, так сказать, не возникнут желания однажды выйти на телевидение, там, людям и сказать, что, друзья мои, ну, ничего не понимаете в жизни, вот, еще есть такая система знаний, вы же будете как-то выглядеть умно, для вас это, мне кажется, для личной жизни это важно. А вопрос вот такой, а у вас дома есть собака? Я говорю, есть. А вам хотелось когда-то перед своей собакой блеснуть своим умом и умно выглядеть? Не возникало. Так вот, у нас тоже не возникает. То есть, к чему сводится их мировоззрение? Они нас с вами не считают за тех за существ, что и они. То есть, есть мы, которые имеем право на все, и есть вот эта, как бы, толпа, ну, они говорят, ну, как, ну, когда вы ведете, там, стадо бычков на бойню, ну, да, конечно, что-то у вас там, ну, так жизнь устроена. Когда мы ведем на бойню, там, во Второй мировой войне, 20 миллионов человек, ну, да, конечно, тут как-то вот, но так устроена жизнь. Иначе нельзя. Это наша алгоритмика, наше миропонимание. Вот. Это второе мировоззрение. Что касается русской цивилизации и той системы знания, о которой я говорю, то у нас понимание другое, что люди от Бога рождены равными друг другу. И только, как бы, так сказать, придумки земные выстраивают некие иерархии. И вот нам не надо выстраивать что-то, чтобы вот мы кого-то кинули. Нет. Мы просто хотели бы выстроить отношения между странами, народами, между людьми, просто равного достоинства, там, так сказать, и все. Нам ничего не надо. И нам, так сказать, всего хватит, если это будет. Вот что такое мировоззренческий приоритет. Если нам с вами внедрят, что русский Ванька всегда со стаканом водки, что он там лентяй, там, так сказать, он такой-сякой, он ничего не умеет, и мы с вами в это поверим, мы обречены, потому что это идет управление на уровне мировоззрения. Нам хотят мировоззрительские стандарты привнести новые. Вот в чем проблема. Поэтому то, что на сегодня делает Путин, невозможно в принципе понять, если не понимать вот это все. Если не понимать, что управление странами и народами осуществляется именно по этой схеме, а не с помощью, там, умных правителей, там, не с помощью, значит, сильной армии, не с помощью, там, законодательной власти какой-то. Нет. Нужно понимать глобальную схему управления человечеством и избегать вот этих обманок. Вот эту обманку классическую я вам, значит, проиллюстрирую после того, как уже рассказал, по приоритетам, на каком уровне. Вот вам истина, скажем, мы ищем истину, к примеру, в схемах нашей проблематики, да, как мы говорили, курс России, курс руководства России по выводу страны из кризиса. Есть какая-то истина, но есть ложь. И эта ложь для нас всегда разбивается на две лжи, и нас с вами качают. Ну, собственно, если вы хотите богато жить, то вы определитесь, или социализм, или капитализм. И нас будут с вами качать вот между этими двумя понятиями. Я утверждаю, что ни то, ни другое понятие к благоденствию народа не имеет никакого отношения. Можно прекрасно жить при частной собственности, можно прекрасно жить при общественной собственности. И тому примеры, скажем, Швейцария с частной собственностью, и Индия с частной собственностью. Частная собственность одинаковая, но 300 миллионов животных вместо людей. Вот, поэтому не в этом счастье. Счастье в другом. В том, кто печатает деньги, под какой процент они выдаются, кто владеет рентой на природные ресурсы, кто обеспечивает устойчивость тарифов, а кто их раскачивает. Если в той или иной стране мира тарифы начинают прыгать, то это дезорганизует все народное хозяйство. Единственный инструмент развала нашего народного хозяйства это изменение тарифов. Как только вы тарифы приподняли, так пошло по цепочке, как бы, так сказать, цены на все меняются. И поехали. И тот же Чубайс после этого покупает алюминиевые провода уже в два раза дороже. Какой смысл раскачивать лодку-то? Тарифы должны быть жестко фиксированы. В Соединенных Штатах есть закон, который запрещает вообще пересмотр тарифов. Это только с разрешения Конгресса делается. Поэтому есть некие базовые такие 3-4 момента, которые я вам назвал, о которых умалчивают. А потом вам будут говорить план или рынок. Вот вы определитесь. Или план, или рынок. Это раскачивание маятника непонимания человечества от одной до другой. Почему? Потому что план – это структурные методы управления. А рынок – это бесструктурные методы управления. Они никогда не противостоят друг другу. Они могут давать эффект, только взаимодополняя друг друга. Нас с вами всегда будут дурить, что у нас было плохо, потому что у нас был план, а теперь у нас плохо, потому что у нас рынок. И целые глобальные школы экономистов, плановиков и рыночников будут действовать. Ну, по экономике вы здесь сами дальше. Вот эти альтернативы дальше. Железный занавес, там, открытость. Это тоже не то, не то. А теперь я вам в мировоззренческом плане еще один пример приведу. Но обозначу эту проблематику, потому что если вы не поймете проблему Бога, то тогда вы ничего не поймете. И в жизни у вас очень многое не сложится. Значит, я буду говорить об этой проблеме как физик, именно вот в таких. Потому что 15 лет назад, когда со мной начали работать вот в системе свято-русского жречества, первый вопрос, который мне был задан, как вы относитесь к Богу? Ничего, кроме внутренней улыбки, у меня этот вопрос не вызвал. Так вот, на сегодня я вам скажу, что я человек глубоко и искренне верящий Богу. Но я никогда близко не подойду ни к одной церкви, потому что апофеоз безбожий – это церковь. Для чего подпригуманная церковь? Для того, чтобы люди не вышли на понимание системы мироздания и на понимание Бога. Я утверждаю, что истина состоит в том, что есть Бог, как надмирная реальность, единый для всех живущих на Земле. Вселенная устроена так. Есть минеральная жизнь, растительная, животная, человек. Но человек – это не венец мироздания в этой интеллектуальной лестнице. Над нами есть нечто, но это нечто нами непознаваемо. А как непознаваемо с уровня растения, животный мир. Так вот, это нечто, единое для всех живущих на Земле, в этом и состоит истина. Ложь состоит в том, что нет Бога единого для всех живущих на Земле. Эта ложь разбивается на две лжи. Первая ложь, можете это пометить для себя, это очень важно, это материалистический атеизм. Материалистический атеизм. Первая ложь. Что это такое? Нет ни Бога, ни посланников Божьих. Вот, мир, он чисто материален. Поел, поспал, так сказать, и всё, на этом жизнь закончилась. Нет души человеческой. Мы утверждаем, что это ложь и обман. Целенаправленно внедрённый в наше общество вместе с марксизмом с 17-го года, начиная. Весь марксизм – это разработка против нашей государственности. Отдельная моя радиопрограмма посвящена целевым образом марксизму. Значит, ложь номер два – это идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм – это атеизм всех, без исключения церковных иерархий. Для чего существуют церкви? Как только человек интуитивно, неосмысленно начинает искать вот эту связь, которая нам вообще дано каждому от рождения, выйти на вот эту связь с высшим разумом, но блокируется с помощью алкоголя. Я не буду говорить о методиках, но схема блокирования вот этой связи, она идет через алкоголь. Если вы потребили алкоголь, то первые признаки вот этого ощущения контактов с высшим разумом у вас появятся не ранее, чем через три года. На три года у вас блокируется возможность тонких структур головного мозга получать информацию извне с помощью торсионных полей. На сегодня это чисто физическое понятие, вы знаете, торсионное поле, есть магнитное поле, есть гравитационное, есть ядерные поля, но в 90-х годах физики помнили, что есть, оказывается, еще торсионное поле или поле сознания Вселенной. Выключатель выключили, лампочка не светится. Включили, что-то из нее потекло. Стоишь, не думаешь, голова не светится. Начал думать, голова начала светиться. В каком излучении? В торсионном излучении. Все наши мысли столь же материальны, как, ну не столь же, а в других полях, но как великромагнитные волны, скажем, световые. Просто это идет в другие полевые характеристики. Так вот, наши мысли могут взаимодействовать с этой глобальной Вселенской информационной матрицей. Чтобы мы на это дело не вышли, нам говорят, а, к Богу хочешь? Ко мне иди, бабки давай, я тебе все организую. Церковь — это брокеры, которые на идее Бога делают деньги. Любых вероисповеданий. А для чего это? А это разделяя и властвуй. Одним подсунули вместо Бога истинного, единого для всех живущих на земле, куклу Христа в качестве Бога, другим куклу Аллаха. Аллах, вы знаете, в переводе на русский язык Бог вообще-то, но чтобы люди не поняли, что Бог един, да, в переводе оставлено в Коране слово Аллах. Но Аллах — это арабское слово. Это все равно, что в нашем слове оставится слово table, когда в русском языке есть аналог слова stop. А вот слово Аллах почему-то не переводится, оно переводилось только в первых переводах. Аппарат Пушкин сказал, что переводчики — это подставные лошади просвещения. Через переводчиков скрываются глобальные системы.